Давайте вспомним, как вы чувствовали себя в последний раз, когда ели молочный продукт. Было ли у вас вздутие, метеоризм, тошнота, возможно даже рвота и диарея. Если эти симптомы присутствуют, то с большой вероятностью у вас есть непереносимость лактозы. И сегодня в этом видео вы узнаете, как выявить у себя непереносимость лактозы и как питаться при таком диагнозе. Всем привет! Меня зовут Левина Алина, я генетик в информатике компании MyGenetics и давайте разбираться. Для начала немного поговорим про лактозу. Лактоза это молочный сахар и есть он, собственно, в молочных продуктах. И у нас есть специальный фермент лактаза, который лактозу расщепляет на другие сахара, на глюкозу и галактозу. Фермент вырабатывается в тонком кишечнике и вообще в норме у нас с возрастом количество этого фермента снижается, потому что мы млекопитающие, питаемся молоком матери и в детстве нам этот фермент нужен. А во взрослом возрасте, по идее, от молока мы должны отказаться, поэтому фермент нам и не нужен. Но есть одна очень классная мутация, которая произошла довольно давно и в целом эта мутация помогла нам заселить север, в момент, когда мы только расселялись из Африки. Эта мутация позволяет нам не снижать уровень лактазы с возрастом, то есть мы и во взрослом возрасте можем спокойно потреблять молочные продукты, при этом не чувствуя всяких неприятных симптомов. Эта мутация встречается с разной частотой в мире, например, в Северной Европе и в России в том числе. Эта мутация очень часто встречается, поэтому большинство населения могут спокойно потреблять молочные продукты. А вот, например, в Африке или в Азии 95% населения не могут потреблять молочные продукты, потому что этой мутации у них нет. Почему такие неприятные симптомы при непереносимости? У нас в норме в тонком кишечнике должна перерабатываться лактаза лактоза. Да, сложно, но мы с вами справимся. А если у нас не вырабатывается фермент, то молочка из тонкого кишечника переходит дальше в толстый, и там уже переработкой занимается не наш фермент, а бактерии. И поэтому вместо расщепления этого сахара на другие сахара у нас также начинается газообразование. Там метан, жирные кислоты и так далее, и поэтому нас начинают раздувать, и вот все эти неприятные симптомы как раз-таки появляются. Такой тип непереносимости, когда во всем виновата отсутствие мутации в гене LCT, как раз-таки этот ген и кодирует лактазу, является первичной непереносимостью лактозы. Но раз есть первичная, значит есть и вторичная, скажете вы, и будете абсолютно правы. Вторичная непереносимость лактозы – это непереносимость, виной которой нарушение работы ЖКТ. Например, это гастроэнтериты, болезни крона, целиакия, различные нарушения всасывания и так далее, и даже, например, дефицит полезных бактерий, то есть нарушение микрофлоры. Все это также выходит нам боком в виде вот таких неприятных симптомов при потреблении молочных продуктов. Как выявить у себя непереносимость лактозы? Ну, у нас есть два варианта. Первое – это сдать генетический тест. Это выйдет очень дешево, потому что посмотреть нужно всего лишь один ген, вот этот, LCT, запомнили название. Это будет очень простой способ, который вам не навредит. И второй способ, который может принести нам всякие неприятные симптомы – это, естественно, метод проб и ошибок. То есть мы с вами исключаем какие-то продукты из рациона, смотрим на самочувствие, включаем их обратно, смотрим, что поменялось. Если реакция есть именно на молочку, то, скорее всего, у вас непереносимость. Но отличить первичную от вторичной самостоятельно методом проб и ошибок вы не сможете. Все-таки я за ДНК-тест. Если вас заинтересовал этот вариант, то вы можете перейти по ссылочке в описании. Там есть бесплатная консультация с нашим специалистом по подбору ДНК-теста. У My Genetics есть очень классный тест, называется My2Genes. Мы его в миру называем двухгенник. Там как раз-таки рассматривается только лактоза непереносимость и непереносимость глютена. Если вам интересно проверить, можно ли вам потреблять такие продукты, то добро пожаловать, рады будем вам помочь. Окей, мы определились, есть у нас непереносимость или нет. Что делать дальше? Непереносимость первичная, к сожалению, не лечится. То есть мы просто пожизненно с вами переходим на диету без молочных продуктов или с ограничением молочных продуктов. Либо же есть вариант использовать ферменты. То есть мы можем лактазу не самостоятельно вырабатывать, а брать извне. Прийти в аптеку, сказать, мне нужно вот это вещество. И вам продут специальные таблеточки, которые вы можете потреблять вместе с молочкой. Но опять же, количество того, сколько вы можете потреблять молочные продукты, должно быть прям хорошо так ограничено. Вторичная же непереносимость спокойно лечится. Но вам нужно пойти к гастроэнтерологу, рассказать про симптомы, сказать, что в генетическом тесте ничего нет, а молочку употреблять не могу. И тогда вам уже назначат лечение. Будете восстанавливать микрофлору, либо же опять там на время менять диету. Но со временем вы можете прийти к тому, что любую молочку, любых количествах вы будете потреблять вообще спокойно. Теперь самое важное, какую диету нужно соблюдать при непереносимости лактозы. Я человек с непереносимостью. И генетически определенно, естественно. И у меня все зависит от того, сколько лактозы в продукте. А вот этот критерий сильно варьируется от производителя к производителю. То есть мы с вами точно исключаем цельное молоко, мы исключаем с вами сливки. С остальными же вот ситуация довольно странная. Потому что у меня, например, есть реакция на йогурты от одного производителя. И нет вообще никакой реакции на йогурты другого производителя. Надо считать, что написано на упаковке. Вообще есть правило, чем выше жирность, тем меньше там лактозы. Можете этим пользоваться. Поэтому творог, сметану, йогурты мы употребляем спокойно. Они уже ферментированные. Там бактерии за вас уже все переработали. Можно не переживать. Либо же мы можем заменить молоко на безлактозное. Когда на производстве его уже, ну вот эту саму лактозу уже все разрушили. Либо можем заменить молоко на растительное. По сырам стоит быть немного осторожнее. Потому что зависит от сорта. Например, пармиджано-риджано, грана-падана, горгонзола в небольших количествах нам можно. С остальными смотрим на реакцию организма. Совсем исключать молочку из рациона нам нельзя. Потому что молочка это богатый кальцием продукт. И не только кальцием, еще и другими витаминными минералами. А также микроорганизмами. Поэтому, чтобы не остаться в дефицитах, мы должны либо оставить какую-то молочку типа вот там уже ферментированного. Либо мы берем добавки с кальцием. Либо же мы добавляем продукты, которые этим кальцием богаты. Например, кунжут, орехи семена, соевое молоко, творог, бобовые, зелень по типу укропа, петрушки. Вот это все, если мы исключили молочку, мы добавляем в свой рацион в большом количестве. Если это видео было для вас полезно, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Мы здесь выходим каждую пятницу и не перестаем радовать вас новыми полезными видосами. Всем спасибо и всем до встречи в следующую пятницу. Субтитры сделал DimaTorzok